Так он не начал... Привет! Я царь, а это... Катя! Катя по громче скажу. КАТЯ! Но мы будем друг другу задавать различные вопросы по конной тематике, по коноблогерам и так далее, и, в общем-то, отвечать на них, собственно. В общем, сейчас моя очередь задавать вопросы, и мои вопросы будут провокационными. Ну смотри, первый вопрос, самый, наверное, простой. Кого ты выберешь? Ващу, Алису или Диану? И почему? Вот в плане съемки, в плане блогинга. Ващу. Почему? Мне очень нравится ее творчество. В плане... Я очень тащусь от ее инстаграма, который она ведет, именно по фотографиям. Я прям обожаю. А еще я обожаю ее коня. Ну, Гоша, я не знаю почему, он прям очень кайфовый. А почему не Алиса, почему не Диана? Алиса ведь зарождала всю эту именную блогингу. Я смотрела ее видосы, когда так и так это все началось. Да, нормально. Типа, все инха, все дела, но меня что-то не цепляло. Вообще не цепляло, но хотя бы потому, что какой-то особой душевной какой-то вот такой штуки она не имела. А про Диану я ничего не буду говорить. Не знаю, мне кажется, что у нее нет интереса снимать. Она снимает ради того, чтобы, ну вот, что-то было. Все. Ну, это сугубо мое личное мнение, точно. Так, вопрос номер два. Если ты листала в Ипиша... О-о-о. Вот, там разразился такой небольшой скандал между одной кобылой, вокруг одной кобылы, которую хотели купить Варя и взять в аренду Лиза, Лизко, Лиза Плетнева. Вот. И в итоге хозяйка кобыла дала Лизе. И Варя очень грустит, что она не вернется в конный спорт и так далее. Как ты относишься к этому скандалу? Ни от Вари, ни от Лизы это совершенно не зависело. То есть хозяйка вообще могла по сути сказать, вы мне обе не нравитесь. Да, я никому не отдам. И типа, да, я никому кобылу не отдам, я буду искать другого владельца, все. И типа, окей, если дали девочке попробовать Варе проехаться на этой кобыле... Еще один важный момент, они между собой, Лиза и Варя общались. Ну да, я знаю, типа. Вот, типа, хорошо общались. Вот. Ну просто прикол в том, что типа эти разборки... Насколько я знаю, когда приезжают, смотрите лошадь, если лошадь завъезжена, то на ней хозяйка имеет полное право дать проехаться. То есть, ну, посмотреть что как, если действительно человек готов покупать. Но при этом хозяин имеет полное право, повторюсь, решать сам, кому продавать какую лошадь. И если этой хозяйке показалось то, что Лиза более лучше для этой кобылы будет подходить, даже пусть в аренду. Окей. Хоть срать вообще, типа, не имеет смысла. И если сейчас на Крутневу очень сильно много хейта льется. Я не думаю, что она такой человек, который будет очень сильно на это бомбить. В общем-то, ни на какой стороне здесь не стоишь. Я на стороне хозяйки, в любом случае. На стороне хозяйки. Если она выбрала, что ей лучше сдавать в аренду. Может, она вообще к этой кобыле, блин, очень сильно привязалась и ей легче сдать в аренду. Сюхорс. Все еще ребенок или талантище от бога? Насчет этой девочки я не могу ничего сказать. Можно я выйду, пожалуйста, просто? Ну, все еще ребенок или талантище от бога? Это очень странно звучит, на самом деле. Но, насколько я знаю, у нее, типа, мама хозяйка конюшки, все дела. Какой-то тренер по ее совместительству, да? И, листая, типа, вопшай, все самые соцсети, типа, по поводу этого всего, там был какой-то момент, когда Ксюша максимально отбила интерес вообще ко всему. То есть, я даже отписалась, потому что я, ну, читала. Мне было интересно довольно-таки смотреть, так как, ну, как у нее... Она спортсмен, насколько я знаю, действующий. И у нее много коней. И мне было интересно смотреть вообще, как это, что, как происходит у нее. И получился такой скандал, ее куда-то не взяли, в сборную, что ли, какую-то, или еще куда-то. И она очень эгоистично тогда выразилась, поступила, если кто-то знает. Вы поняли? И поэтому у меня очень сильно отбило желание от нее, потому что девочка, ну, очень эгоистично себя вела, очень так, высокомерно, скажем так. А какой конный канал, ну, то есть, канаблогер, да, снимает хорошие конные скетчи. И почему? Наш. Наш, конечно, как бы. Вот, то есть, мы постарались сделать, короче, разнообразную фигню. Старались снимать различные пародии на какие-то популярные шоу. Вот. Нет, ну, вот если мне считать этот канал. Какой канал снимает очень хорошие конные скетчи? По-моему, все снимали. Вот какой-то был период, когда все снимали именно вот конные скетчи. Типа, вот о чем думают конники, все дела. Вот была Диана. Вот Диана прям точно была. У нее прям несколько видосов я видела. Да, да. Это все. То есть, но мне не цепляют такие видосы вообще. Не цепляют такие видосы. Потому что это все... Только наши цепляют. Это все однообразно. Да и, возможно, для кого-то и наши видосы очень однообразны. Ну, просто тогда мы выстрелили. Пушка была пушка. Никому не удалось, как бы, только нам. Если бы была возможность дать какому-то конному каналу миллион, кто бы это был? Ну, это сразу не Вася, не Алиса. Почему? Не Диана. Потому что человек, который... Развестились? Нет. Человек, который это действительно заслуживает, должен максимально отдаваться своему творчеству. И выкладывать на постоянной основе видосы, которые будут хорошими, действительно качественными видосами. Он должен запариваться над этим. А на данный момент я не могу сказать этого. Ну, пока что никому. Пока что никому. Но вот есть девочка, которая с серой кобылой. Я не помню хоть себе и как ее зовут. Она купила кобылу довольно-таки недавно. Там, ездит с ней за стартами. И, по-моему... Ну, мне нравится ее контент. Типа, он довольно-таки интересный. У девочки приятный голос. То есть, она там что-то рассказывает. Она что-то пытается. И действительно, ну, запаривается над этим. Прям видно. Поэтому, вот, возможно, ей. Возможно, ей. Если мы найдем эту девочку, мы... Вот сейчас я вам пропишу, что это за девочка. Обязательно дадим ей миллион. Прямо сейчас. Кто снимает интересные влоги с конюшня? Интересные влоги с конюшня? Вот эта девочка. Вот эта девочка. Она снимает влоги? Она снимает и влоги у нее, типа, со стартами. И, короче, какие-то разговорные видосики, типа, по поводу того, что она купила кобылу. И, типа, сколько нужно на это все тратиться, там, все остальное. То есть, ну, это довольно-таки интересно. Особенно тем девочкам, которые в своих мечтах грызят о том, что я хочу купить кобылу, там, или коня. И вообще, это очень много денег. Посмотрите, видос. Что еще хотела сказать? А, мне еще нравятся довольно-таки атмосферные видосы были у Карины и Весты. Мне прям нравится, потому что я просто тащусь от этого коня. Он очень клевый. Ну, по-моему, еще полезные видосики снимает Арина Либонтова с тремя тинкерами. У нее еще сейчас есть кобыла, еще одна, которая родила. И вот у нее еще ребенок. Что с какой? Она, короче, набрала кучу коней, значит, работает в какой-то частной конюшне и с конями работает. У кого из этих блогеров хороший монтаж? Диана, Вася, Ксюхорс, Алиса. Вася. Вася. То есть, монтаж тебе нравится, как и это у Васи, да? Вася. То есть, ни у Алисы, ни у Дианы. Ну, блин, априори, человек, который занимается фотографией профессионально, снимает видосы и все остальное. Она вроде на фотографии учится. Да. Заниматься фотографией и быть видеографом, это разные вещи. Нет, но она, типа, довольно-таки запаривается за качество. То есть, у нее качественные видосы, качественный контент. Нет, качественный контент это не так сказано. Но, типа, красивая картинка, как я говорила. То есть, вот это мне прям нравится, это цепляет, это качественно, это красиво. И поэтому, вася. Кто, по твоему мнению, из блогеров слишком много играет на камеру? Ну, такие, за наигранными эмоциями я именно видела вот у Дианы и Жу. Ну, мне не нравится, у нее не искренний видос, все дела. Не искренний. Да, а с скринов и трансляций я вообще... Кто из блогеров самый искренний? Пу-у-у-у, девочка вот эта с... Отлично. Блин, она на тивере. Она за рекламу нам не платила, если что. Я смотрела ее видосы. Это единственное, что на блогер, чьи видосы я действительно хочу... Я просто потеряла. Я сейчас вообще никого не смотрю, по сути. Брайн Макс смотрю. Мне угарно. Вот это были все мои вопросы к тебе на сегодня. Слава богу. Если вам понравится эта рубрика, возможно, я буду приглашать сюда кого-нибудь из блогеров комик, Ребят, в общем-то, если вам понравилось, пишите внизу в комментариях, ставьте лайки. С вами была Катя, царь. За кадром двое чуваков, чьи ссылки я не оставляю. Потому что они пранкеры неудавшиеся. Да, пишите внизу в комментариях также, кого вы хотите видеть дальше в этом шоу, рубрике и так далее. Вот, с вами был царь, Катя. Всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Надо заинкнуть камеру. Катя, камера. Катя, камера. Там был царь. Всем удачи, всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok